Здравствуйте, уважаемые студенты. Я заведующая кафедрой обширств гинекологии номер 3 Наргиз Нуралиидна Шавази. Тема сегодняшней нашей лекции – эндометриоз. Диагностика, обследование, дифференциальная диагностика, а также тактика ВОП. Эндометриоз – это заболевание, которое характеризуется разрастанием ткани по морфологическим и функциональным свойствам сходных – эндометрию, но локализующиеся за пределами слизистой оболочки тела матки. По классификации эндометриоз бывает по происхождению, по глубине поражения, по локализации, он бывает экстрагенитальный или эндометриоза. Также анатомическое проявление по локализации и площади поражения, по марфо-функциональным моментам, а также по классификации имеется инфильтративного эндометриоза. Само по себе генитальный эндометриоз встречается намного чаще, в 95% случаев, а внутренний – 75%, а наружный встречается в 25% случаев. Соответственно, экстрагенитальный эндометриоз, то есть кишечника, почки, печени или легких, встречается в малом количестве, то есть в 5% случаев. Экстрагенитальный эндометриоз – это эндометриоз мочевого пузыря, кишечника, послеоперационного рубца, на передней брючной стенке, почек, легких, конъюнктивы и других локализаций. Наружный эндометриоз – это эндометриоз наружных половых органов, влагалища, влагалищной части шейки матки, ретроцервикальной области яичников, маточных труб, брючины, а также выстеляющие промокишечного и мяточного, а также углубления малого таза. Наружный эндометриоз по отношению к брючине делится на перитониальной, то есть яичники, маточные трубы, а также бывает экстраперинитальный – это наружные половые органы, влагалища, влагалищная часть шейки матки. И ретроцервикальная область также будет относиться к нему. Внутренний эндометриоз – процесс, развивающийся в мышечной оболочке матки, то есть аденомиоз, то есть перешейка и интерсоциальных отделов труб. Внутренний эндометриоз или аденомиоз представляет собой доброкачественный патологический процесс, характеризующийся проявлением и в миометрии эпителиальных, то есть железистых и стромальных элементов эндометриального происхождения. То 80% случаев выявляется диффузную форму, диффузно-узловая форма в 10% случаев, очаговая в 7% случаев, узловая форма аденомиоза встречается в 3% случаев и характерические отделения аденомиоза от миома отсутствуют капсулы и четкие имеются границы. Клатификация внутреннего эндометриоза бывает в 4 степени стадии. Первая стадия – это патологический процесс, ограничен подслизистой оболочкой тела матки. Вторая стадия – это патологический процесс, переходит на мышечный слой. Третья стадия – это распространение патологического процесса на всю толщу мышечной оболочки матки до ее серозного покрова. И четвертая стадия – это когда вовлекается в патологический процесс, помимо матки и влежащие малого таза и соседние уже органы. Тут показана классификация эндометриальных кист, тоже имеет 4 стадии в зависимости от мелких и по сантиметрам, как видно тут, областей. Во второй стадии – 5-6 сантиметров, в третьей стадии – более 5-6 сантиметров и в четвертой стадии – это уже последняя стадия, тогда, когда с переходом в патологический процесс, также присоединение к других органам, то есть мочевой пузырь, прямую кишку, сигмовидную кишку и так далее. Классификация Американского общества фертильности с 1996 года проводит оценку поражения брючины, яичников, облитерация маточно-прямокишечного пространства и также спаечного процесса, тоже разделяет 4 степени и суммирует в баллах с 1 до 5 и 1 степень, с 6 до 15 – 2, с 16 до 43 и более 44 степени. Вот тут, пожалуйста, то, что я выше перечислила, все отображено на слайде. По МКБ международная классификация болезней 10-го пересмотра, тут показано, как ставить правильный диагноз. Эпидемиология, конечно же, эндометриоза выявлен достаточно ранний и средний возраст, первичные манифесты 15,9 года. Но в среднем происходит за 7-8 лет от момента появления первых симптомов и до диагностики. Эндометриоза может рассматриваться как хроническое гинекологическое заболевание, главным клиническими проявлениями которого является персистирующая боль и бесплодие. Представляет собой доброкачественное разрастание вне полости матки ткани по морфологическим и функциональным свойствам, подобные эндометрию. В ряде случаев после успешного хирургического удаления очага эндометриоза, то есть яичника или брюшины, симптомы болезни уменьшаются самостоятельно. Но при этом ликвидирующая и наступает беременность в естественном цикле у женщины бесплодия. Существует три клинические различия формы заболевания эндометриоза. Это эндометриоидные очаги на поверхности брюшины малого таза, кисты яичников и солидные образования, конечно же, сложной структуры. Имеются теории, как возникает сам по себе эндометриоз. Бывает имплантационная теория, когда элементы эндометриальной ткани остаются. Бывает метапластическая теория, когда считается, что появление эндометриоидных за счет целомической метаплазии и с брюшины имеются. Но, согласно эмбриональной теории, историческим образованием эндометриоидных гетеротопий могут быть элементы эмбрионального целомического эпителия. Также считается одним из моментов. Клиника. В клинике, конечно же, женщины отмечают сильные боли, имеют неблагоприятный преморбидный фон. У 50% случаев женщин нейропсихические и вегетативно-сосудистые нарушения имеются. Эндометриоз чаще сопровождается с миомой матки вместе и гиперпластические процессы эндометрия вплоть до 34% случаев. Для аденомиоза характерно появление кровянистых выделений до наступления менструальной функции и после менструальной функции при 3-4 степенях вплоть до минорагии и анемии. Наиболее важный клинический симптом эндометриоза – это боль, боль с иррадиацией в задний проход, связанная с менструальными циклами. Дисминарии. Жалобы на дисминарию боли при половой жизни предъявляют 70% беременных с генитальным эндометриозом, а также, конечно же, до 50% случаев наблюдается бесплодие. Не всегда наблюдают корреляцию между размером очага поражения и длительностью процесса и клинической картины заболевания. В диагностике, конечно же, нам поможет это при внутреннем эндометриозе УЗИ и спиральная компьютерная и магнитно-резонансная томография, эндометриоз ректовагинального пространства УЗИ и МРТ и эндометриальные, если кисты, это УЗИ, МРТ и спиральная компьютерная томография или лапароскопия. Как же мы лечим эндометриоз? В зависимости от локализации, от поражения, задача лечения эндометриоза составит следующее. Удаление очага эндометриоза, уменьшение интенсивности болей, лечение бесплодия, предотвращение прогрессирования, а также профилактика рецидивов заболевания. К хирургическому лечению относится операция. Операцию нужно выполнить на пятый-двенадцатый день менструального цикла, в результате чего со второго раза снижается риск развития рецидива. Выбор метода хирургического лечения и доступа определяется опытом хирурга или во время операции. Медикаментозное лечение, гормональная терапия. Во-первых, для эмпирической терапии, для лечения пациентов с симптомами свидетельствует о высокой вероятности наличия эндометриоза при отсутствии кистозных форм. Во-вторых, с целью терапии для профилактики рецидивов после лапароскопического подтверждающего эндометриоза, удаления видимых очагов, капсулы эндометриоидных кист, либо удаления эндометриоза при инфильтративных формах заболевания, то есть или его полностью в ретро-локальной форме очистка. Рекомендации относительно гормональной терапии имеют следующее. Монотерапию, значит, спироральные прогистогены мы лечим. Также применение в непрерывном режиме следует рассматривать в качестве первого этапа лечения при подозрении на наружный генитальный эндометриоз, при отсутствии кистозных форм эндометриоза. Также монотерапию можно проводить в течение не более 6 месяцев для более длительного использования только в комбинации возвратной терапии. Вот тут описана гормонотерапия, целью является угнетение, конечно, фона, комбинированные эстрогены, чистые гистогены. Агонисты, гусорелин можем также назначить. Также, конечно, хорошим методом для эндометриоза является ВМС Мирена, гормоносодержащий спираль, а также препарат Визанна. По одной таблетке один раз в день, длительное время, либо в сочетании с Жанином в контрацептивной схеме. Тут показано, как назначать и в какие дни. Показан диферлинин, искусственное отсутствие менструальной функции. Болевой синдром и эндометриоз. Только у 10% больных с эндометриозом не указывает на боль. Остальные все, в большинстве случаев 80-85%, как мы выше сказали, отмечают боль. Установлено, что интенсивность боли при эндометриозе может не соответствовать тяжести течения процесса. Это во многом зависит от психоэмоциональной характеристики пациенток, от порога восприятия той или иной боли. Также хотела бы остановиться на бессимптомном эндометриозе. У пациентов с бессимптомным эндометриозом случайно обнаруживается во время осмотра или оперативного вмешательства и требует хирургического удаления. При этом препараты первого выбора, при этом медикаментозной терапии женщин после хирургического лечения малых форм эндометриоза следует считать перорально или внутриматочные также регистроны. Иногда эндометриоз может сопровождаться и с раком. Выделяет 5 основных потипов эрозии эндометриоза и рака. Как же часто встречается эндометриоз у подростков? К большому сожалению, эндометриоз может встречаться в возрасте до 19 лет тоже, 21% в случае. И, конечно же, уже в фертильном возрасте. Как же мы их лечим? Коками, гистогенами, как выше сказали, связаны также. И в тяжелых случаях назначают органисты. Эндометриоз и постменопауза. Распространенность эндометриоза также в постменопаузе встречается 2-5% случаев. В этом случае первый этап также обследования женщин с таким диагнозом нужно не только обследование, изучение анамнеза, уточняющие вредные условия работы, места, но и консультация смежных специалистов. Определить бактериоскопическое исследование, мазка, УЗИ также и все, что мы выше уже указали. На втором этапе пациентку направляют в гинекологический стационар. В третьем этапе по проведению обследования выставляют клинический диагноз. И диспансерное наблюдение проводится обязательными УЗИ контролем. Вот тут показан эндометриоз. Продолжение следует... Уважаемые студенты, в итоге хотела сделать такое заключение, что несмотря на то, что на сегодняшний день эндометриоз считается очень часто встречающимся заболеванием, и не зависит от возраста женщины, но имеются методы лечения. Если своевременно диагностировать и своевременно вести правильную тактику лечения, то можно без проблем вылечиться от эндометриоза, а также восстановить основную проблему, которым страдают на сегодняшний день женщины – бесплодие. В параллельном лечении от этой заболевания вылечиваются почти 97% случаев все женщины. Самый главный тут момент – это правильная постановка диагноза, правильное лечение и, конечно же, диагностика. И, конечно же, после лечения, после того, как женщина полностью вылечивается, каждый полгода раз она должна проходить контрольное обследование у своего врача-акушера-гинеколога. Благодарю вас за внимание.